Всем привет! Сегодня я продолжаю историю моей грин-карты. Сегодня я опубликую историю, значит, серию 4, подготовка к интервью. Расскажу всё, что я помню, как мы готовились к этому интервью, из каких этапов эта подготовка состояла, на что обратить внимание. И напоминаю, что в предыдущих сериях, кто не видел, кому интересно, можете посмотреть, я рассказывала о том, как заполнять анкету на участие, какая должна быть фотография, паспорт, что делать с confirmation номером, по поводу анкеты DS-260, которую вы заполняете уже после того, как вас отобрали в участии, и немного рассказала о сборе документов. А сегодня я расскажу о подготовке к интервью. Это целый большой этап. И вот здесь видео я разместила. Вчера мы делали поделку для школьного проекта. Это крахмал кукурузный. И детям вот в третьем классе дают такое задание. Мы делали поделку по инструкции. Вот вы видите, там листочек лежит. Если вам интересно, вы можете, собственно, сделать это со своими детьми. И подробно нужно было детям описать, каким получился этот продукт. И вот сейчас я показываю, как мы его делаем. А тем временем расскажу историю, значит, как мы готовились к интервью. Еще раз хочу напомнить, чтобы вы готовились к каждому этапу, строго следуя инструкциям, которые указаны на официальном сайте. Значит, внимательно очень изучите эту инструкцию, потому что именно там подробно расписано, как подготовиться к интервью. В первую очередь, посмотрите список консульств и посольств, где вы будете проходить интервью. Особенно это касается в этом году граждан России, поскольку вы будете интервью проходить за пределами России. Это опять-таки момент, который сегодня для граждан России удорожает процесс, поскольку на территории России ни консульств, ни посольств, насколько я знаю, нет. И также там будут расписаны все инструкции, где вам будет сказано, как проходится медицинский осмотр, так называемый medical exam, то есть медицинский экзамен. Конкретные адреса будут указаны, то есть его нельзя пройти в той поликлинике, где вы хотите. Есть строго перечень строго определенных мест, и это медицинские учреждения, которые имеют лицензию в США, то есть они делают все по стандартам, которые требуются в Америке. Итак, мы проходили... На тот момент, когда мы проходили медицинский вот этот экзам, мы могли выбрать одну из двух клиник. Одна из них была АМС, и вторая, по-моему, СОС называлась. И мы выбрали АМС просто по той причине, что проходить медосмотр там было дешевле, и так как нас четверо членов семьи, за каждого человека оплату надо вносить отдельно. Сколько это стоило, я уже сейчас, честно говоря, затрудняюсь припомнить, ну, я думаю, где-то от 200 до 300 тысяч тенге. Если вам конкретная цифра нужна, вы можете посмотреть мое видео номер 25. Но не забывайте, что это были цены 2019 года. Сейчас изменился уже курс доллара, изменились, я думаю, расценки, поэтому лучше посмотрите, в каких клиниках должны проходить осмотр вы, и просто позвоните туда и уточните насчет цен. Значит, что касается документов. Вообще про медицинский осмотр я расскажу отдельно, потому что многие не знают, как он проходит. У многих возникают вопросы по поводу вакцин, особенно тех людей, которые не делают никакие вакцины ни детям, никому. Но вот здесь я не знаю, насколько я могу как бы рассказывать, я могу рассказать, как было у нас, вот. И опять же, вы можете позвонить в клинику и все уточнить там. Из документов на интервью требуется вот это вот письмо-приглашение, то есть пока вы его не получите, собственно, на интервью вы прийти не можете, потому что это письмо будет проверяться. Вот, итак, копию, значит, вот этого письма-приглашения, которое вам приходит в электронном виде, вы его просто распечатываете. Опять же, нужны фотографии, опять же, нужен оригинал свидетельства о рождении и копия с нотариальным переводом его на английский язык. Вот, об этом позаботьтесь заранее, потому что если у вас утеряно, допустим, свидетельство о рождении, нужно, значит, его восстановить, а после этого его нужно перевести на английский язык с нотариальным заверением. Вот, а затем они требуют вот тот самый конверт с медицинским осмотром, причем все документы в Америке, как вы знаете, в таких желтых конвертах идут, и его ни в коем случае открывать нельзя. То есть как вот вам медицинские, медицинское учреждение выдаст результаты, вот так вы, в таком же виде вы этот конверт приносите на интервью, и он должен быть запечатан. То есть если вы его вскрыли, то у вас будет дисквалификация. Почему это делается, я думаю, понятно, потому что, чтобы вы не подменили какие-то документы, они, ну, это нужно соблюдать просто. Так, ну, соответственно, те же документы нужны на супруга и детей, да, с которыми вы совместно выезжаете. И документы, которые будут не у всех, ну, вот лично у нас были это свидетельства о браке, снова опять же оригинал и нотариально заверенный перевод, свидетельства о разводе, ну, соответственно, если вы никогда не женились, никогда не разводились, то вам эти документы не нужны. Ну, вот, также вот свидетельства о браке, о разводе тоже нужны оригиналы и нотариально заверенные копии с переводом. Так, справки о несудимости, те самые, которые вот вы отправляете с конверсии, на интервью нужно взять их с собой, их оригиналы. Ну, и какие-то милитари документы из военкомата. Здесь я уже, по-моему, военный билет точно не могу сказать, потому что это вот мой муж занимался этим, я вот могу ошибиться в названиях этих документов. Ну, у вас в инструкциях всё это будет, то есть вы будете знать, что брать с собой. Ну, соответственно, тоже, да, нужно этот пакет собрать заранее. Я бы озадачилась сбором заранее, потому что вдруг что-то утеряно, чтобы можно было восстановить, вдруг что-то там выписано с ошибкой, да, ну и так далее, чтобы можно было устранить эти ошибки. Так, опять же, если было усыновление, то есть либо вы были усыновлены, либо ваши дети вами усыновлены, кто-то из ваших детей, вот эти все документы, соответственно, об усыновлении тоже необходимо взять с собой, оригиналы и, соответственно, нотариально заверенные переводы. Вот так. Но, кстати, про нотариальное заверение хотела сказать. Для нас, мы из Казахстана, у нас в требованиях было написано, нужно было все документы нотариально заверять, имеется в виду переводы вот этих документов. Однако я знаю, что для каких-то стран нотариальный перевод не требуется, поэтому я всегда говорю, не слушайте многочисленных блогеров, кто проходил, внимательно читайте инструкции. Возможно, для вашей страны подойдет обычный перевод, ненотариальный. Поэтому здесь я утверждать не могу, но чтобы вы не делали лишних затрат, лишних движений вот этих, вот вы можете, собственно, может быть, именно в вашей стране нотариальный перевод не нужен, а достаточно обычного перевода. Поэтому здесь уже смотрите те инструкции, которые выпущены конкретно для вас. К тому же, например, вот мы уехали три года назад, да, в девятнадцатом, а требования могли измениться, они могли дополниться или, наоборот, упроститься к сегодняшнему моменту, ну и так далее. Поэтому читайте инструкции, мой вам совет. Ну и если вы из страны, например, допустим, Таджикистан, а интервью вы проходите в Алмате, то вам можно иметь с собой переводчика с любого языка, ну, если вы не владеете, допустим, русским, английским или казахским, то вам достаточно иметь переводчика. И об этом тоже нужно заявить заранее, вот на этом как раз-таки этапе. А также, если человек, например, с инвалидностью проходит интервью снова, нужно заявить о том, что вы хотите взять с собой помощника, человека, который там будет, допустим, катить вашу коляску или пожилого человека, помогать ему, может быть, он там не видит, допустим, или плохо видит, плохо слышит, ну и так далее, понимаете. Вот, теперь пару слов хочу сказать об иммигрант-виза-фи. Это деньги, которые вы будете платить госпошлину за интервью. Вот здесь вот я очень много возмущений слышала от разных людей, которые возмущаются, что эти деньги не возвращаются в случае отказа в иммиграционной визе. То есть здесь все очень четко. Не важно, какой будет результат, вы будете платить эти деньги в кассу перед прохождением интервью. Причем неизвестно, какой будет результат, деньги не возвращаются, потому что эти деньги – это сбор за проведение интервью. То есть консульство проводит интервью, люди работают с вашими документами, соответственно, они тратят время на рассмотрение, они проводят эту работу, соответственно, деньги не возвращаются. И я думаю, в инструкциях вас предупредят об этом, поэтому вы должны понимать. Значит, когда проходили интервью мы, вот этот вот сбор за интервью по иммиграционной визе, он стоил 330 долларов на человека. Вот здесь тоже такой момент был, то, что желательно, вот как вы сделали мы, да, нас было четверо, значит, мы и двое детей по 330 долларов на человека, то есть общая сумма составляла 1320 долларов. И вот эту сумму мы взяли наличными деньгами без необходимости давать нам сдачу. То есть именно ровно вот эту вот сумму мы приготовили, и перед интервью мы ее уплатили в кассу. Почему? Вот, ну, лично мы заморочились, потому что мы подумали, что если мы дадим, допустим, ну, там, допустим, полторы тысячи, им нужно будет давать нам сдачу, вдруг ее не окажется, и чтобы нас не перекинули в конец этой очереди, мы, значит, взяли эту сумму именно в нужных купюрах. Потому что мы были с ребенком, нашей дочери было тогда 5 лет, телефоны на входе в консульстве забирают, и детям очень утомительно проходить это все, потому что заняться нечем, там нет, народу много, там нет возможности сунуть какую-то, это самое, компьютерную игрушку ребенку, время ожидания может тянуться долго. Поэтому нам хотелось исключить вот эти моменты, когда нас могут как бы попросить уйти в конец очереди. Так, еще, когда вы будете изучать свои инструкции, там вас попросят не продавать свое имущество, не покупать невозвратные билеты, не увольняться с работы до тех пор, как вы не получите вашу миграционную визу. Потому что, соответственно, результат этого интервью, он может быть любым, и поэтому не спешите, даже если вы дошли до этого этапа, окончательное решение, выпускать вам визу или нет, выдает консул, ну или работник консульства, и не нужно делать поспешных шагов, увольняться, продавать имущество и так далее. Значит, все это вы будете делать потом, когда уже убедитесь, что вы прошли, и вы все-таки выиграли эту лотерею, поскольку весь предыдущий процесс об этом совершенно не говорит. Весь предыдущий процесс говорит о том, что вы были отобраны для участия в лотерее, но вы еще ее не выиграли, потому что вы не прошли все этапы до конца. Так, грин-карту вам никто не даст, интервью проводится в ваших странах, и как результат вы получаете визу, иммиграционную визу в свой паспорт, а грин-карта уже будет выпущена в США после того, как вы пересечете границу, то есть заедете. Теперь, значит, по поводу сроков, в какие сроки надо будет уехать, меня многие спрашивают, кто-то говорит, что полгода, на самом деле дается полгода после прохождения медицинского осмотра, и если вы его проходили не впритык к интервью, а как-то там заранее, за две, за три недели, то имейте в виду, что вот эти шесть месяцев дается после прохождения медицинского осмотра. В нашем случае мы медицинский осмотр проходили в апреле, интервью у нас было в мае, соответственно, там до какого-то октября нам нужно было уехать, но дело в том, что мы потом еще доносили дополнительные документы, через два месяца в июле, и только в июле вот наш старший ребенок получил свою визу, но при этом все равно срок, до которого нам нужно было въехать в США, он остался прежний, то есть там октябрь месяц 2019 года. Я позже расскажу, почему у нас так получилось. Это больше относится не к теме подготовки интервью, а это больше связано с медицинским вопросом, поэтому об этом я расскажу. Когда буду говорить про вот этот вот медицинский экзамен, который мы проходили. Иногда, кстати, консул может принять такое решение, запросить дополнительные документы, что, собственно, с нами и произошло. Так, ну что еще? Еще мы готовили документы о работе. По-моему, о них не было сказано в инструкциях, но мы подготовили эти документы, то есть трудовые наши книжки, эти приказы, копии приказов о приеме на работу, копии дипломов наших, все мы переводили на английский язык, вот, и документы о материальном состоянии, справки со счетов в банках, и я также готовила независимую оценку недвижимости, вот, но, кстати, никто этого не попросил. На автомобиль я документы не делала, я знаю, что некоторые люди еще делают документы на автомобиле, прямо сканы с сайта колес о цене подобных же автомобилей, и свои документы, что подобный автомобиль принадлежит вам. Это просто как бы доказательство того, что вы можете реализовать эту машину и с этими деньгами поехать в Америку, ну, как бы дополнительный документ о материальном состоянии. Ну, мы этого не делали, мы делали только, значит, справку с банковского счета и документы, независимую оценку недвижимости, которая была оформлена на нас. Кстати, справку с банковского счета у нас взяли, а вот эти вот толстые документы об оценке недвижимости у нас даже не взяли, то есть нам их просто в окошко вернули обратно. Вот, поэтому сами решайте, делать вам или нет, потому что они тоже стоят каких-то денег. Об этом тоже, кстати, в видео номер 25. Вы можете посмотреть, сколько это тогда стоило. Сейчас уже не помню. Вот, в общем-то, и вся, наверное, подготовка документов. Ничего лишнего с вас не попросят, ничего лишнего с вас не возьмут, поэтому двигайтесь строго по вашей инструкции, и вы будете уверены. Кстати, инструкция прямо перечисляет эти виды документов попунктно, и именно вот в таком порядке мы сложили документы, то есть у нас было 4 пакета документов на мужа главного аппликанта, который вот получил, да, это письмо об отборе, на меня и на каждого из наших детей, и мы прямо их сложили в таком же порядке, прям зацепили скрепочками, и когда у нас в окошке просили предоставить какие-то документы, было очень легко их найти, на это не уходило много времени, потому что во время прохождения интервью я видела, что люди там немножко очень сильно, ну, парились, прямо скажем, и плюс вот это вот волнение, плюс там миллион глаз на тебя смотрят, и что-то, когда вот специалист, консульский работник запрашивает, я видела, как вот эти вот бумаги разлетались у людей, они долго искали, не могли найти, и там немножко так вот, просто вам будет легче, если вы сложите их прямо по порядку, и будете подавать то, что у вас просят, и очень-очень организованно и быстро. Ну, вот такие вот, вот такие вот, в общем-то, мои, как бы, советы для вас. Ну, вот и всё. Задавайте вопросы, что вспомню, расскажу, ну, и я продолжу своё повествование в следующих сериях, расскажу вам о том, что было дальше. В частности, я хочу рассказать о медицинских делах, потому что это такой большой раздел, вот этот вот медицинский экзамен, он такой прямо большой, и у нас там были некоторые заминки, вот, со старшим ребёнком, я думаю, я вам расскажу, чтобы вы просто имели в виду, что такое может быть, что вот бывает, вот. Ну, всё. Всем спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо.